Проект СтопХам вызывает весьма неоднозначные эмоции. Сама по себе идея выявлять народным способом нарушителей ПДД очень даже хороша. А вот методы, которые активисты движения порой применяют, весьма и весьма спорные. Недавний случай, произошедший в Рязанском лесопарке, стал тому свидетельством. В настоящее время в полицию обратился водитель Рену Дастер, житель города Рязани, с заявлением по факту действия в отношении него представители СтопХама. К заявлению приложена медицинская справка о том, что водителю причинен химический ожог лица. В свою очередь, один из активистов СтопХама пожаловался в полицию на побой со стороны водителя. Однако медицинскую справку, а также видеосъемку, подтверждающую этот факт, не предоставил. Кроме того, в полицию уже обратились несколько очевидцев инцидента, в том числе представители региональных СМИ, желающие внести ясность в ситуацию. Сейчас их опрашивают сотрудники полиции. По словам руководителя Рязанского движения СтопХама Александра Петрова, который дал короткое интервью информагентству медиа «Рязань», кто именно брызнул в лицо пострадавшему перцовой смесью, ему неизвестно. Хотя на выложенном в сети видео можно при желании различить, кто и в какой момент из-под тяжка совершил столь неожиданный маневр. И кажется, лишь после этого пострадавший ударил активиста. Стоит отметить, что в отношении водителя «Рено Дастер» полицейские составили протокол по факту нарушения правил дорожного движения. Полицейские напоминают представителям СтопХам и других подобных организаций о том, что их действия в случае выявления правонарушения преступлений должны сводиться к устному замечанию нарушителю и обращению в полицию. Иначе может разгореться конфликт, угрожающий безопасности как самих активистов, так и окружающих людей. В Рязани это уже не первый скандал с участием активистов движения СтопХам. Еще в марте месяце на улице Ленина ребята, мягко говоря, поссорились с водителем с сомнительно припаркованного автомобиля. Тут уж кто кого ударил, конечно, очевидно. Зато ситуация с лесопарком пока что остается актуальной. Самоуправство, господа, тоже статья. И кто тут пресловутый хам, водитель Дастера или же активисты решит закон? Водителя уже наказали за нарушение ПДД. А вот к ребятам-активистам СтопХама у сотрудников полиции еще есть пара вопросов. Продолжение следует... Продолжение следует...